Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции посвящена предмету экономика предприятий транспорта. И тема лекции называется «План по труду и заработные платья станции». По данной теме мы должны будем сегодня рассмотреть следующие вопросы. Первый – это численность работников станции. Второй вопрос – среднемесячная заработная плата работников станции. Третий – годовой фонд заработной платы работников и производительность труда на станции. На предприятиях железнодорожного транспорта, иначе говоря, в структурных подразделениях железнодорожного транспорта, и в частности на станции, разрабатывается план по труду и заработные платья. А показателями плана по труду является, значит, первое – это численность работников, которые рассчитываются в явочном и списочном контингенте. И вторым показателем является среднемесячная заработная плата работников станции. Третий показатель – это годовой фонд заработной платы. И четвертый показатель – это производительность труда работников. При планировании трудовых ресурсов на станции, таким образом, определяются следующие показатели плана по труду – численность работников, среднемесячная заработная плата, производительность труда и годовой фонд заработной платы. Так как станция выполняет погрузоразгрузочные операции и осмотр на пунктах технического осмотра, численность работников станции планируют по хозяйствам, производственным группам, профессиям и должностям работников в зависимости от объема работы и норм выработки, числа обслуживаемых объектов и установленных норм затрат труда на один объект. Расчет численности работников станции производится с учетом расширения зон обслуживания, совмещения профессий и других мероприятий, позволяющих выполнять работы с минимальным контингентом работников различных профессий и должностей. В плане предприятия по каждой профессии и должности рассчитывают явочную и списочную численность работников. Списочный контингент работников станции зависит от коэффициента замещения. Процентность замещения отсутствующих на работе, то есть отпускных, по болезни отсутствующих, они определяют по каждой группе работников. И таким образом, значит, продолжительность отпуска умножается на 100, и число рабочих дней в году и число отпускных дней в году учитывается. Таким образом, средняя списочная численность работников предусматривается только для тех профессий и должностей, по которым отсутствующий работник обязательно должен быть заменен для поддержания бесперебойного круглосуточного выполнения работы. Учитывая коэффициент замещения, списочная численность работников определяется следующим образом. Списочная численность работников станции определяется с учетом увеличения явочной на число работников, отсутствующих на работе по причине болезни и нахождения в отпуске, и находящихся в отпуске. Дополнительный штат работников для замещения отсутствующих планируется, планируется с помощью коэффициента замещения. То есть численность работников по списочному списку, значит, определяется с учетом явочного контингента и с учетом коэффициента замещения. Явочная численность работников станции определяется следующим образом. Значит, оно зависит, она рассчитывается на контингенции эксплуатационного персонала и здесь учитывает нормы обслуживания рабочих мест, и оно выглядит следующим образом. Явочный контингент, он зависит от количества объектов обслуживания, нормы обслуживания этих объектов и количества смен работников на станции, то есть станция работает круглосуточная, четырехсменная работа, и количество смен будет равно 4,37 суток. Для определения числа численности контингента работников станции обязательно нужно знать численность рабочих мест на станции. Численность рабочих мест на станции по приему и отправлению поездов, маневровой работе, по текущему содержанию пути, пунктов технического обслуживания вагонов планирует по числу обслуживаемых рабочих мест и нормам обслуживания. Как было сказано ранее, что на станциях выполняется множество различных работ, и они подразделяются отдельно по хозяйствам, в частности штат работников по хозяйствам, в пассажирском хозяйстве производственный штат по обслуживанию пассажиров состоит из следующих действий. То есть первое – это билетных и багажных кассиров, то есть численность билетных и багажных кассиров, численность приема с датчиков груза и багажа, численность грузчиков багажа, численность водителей машин для перевозки багажа, и работников групп учета и отчетности по продаже билетов. Говоря о станционном штате работников, следует отметить следующее. Потребность в билетных кассирах определяется по числу билетных касс и времени их работы на промежуточных участковых станциях. Станционный штат пассажирских станций, занятый на маневрах, включает станционных диспетчеров, составителей поездов, дежурно-стрелочного поста. И потребность в этих работниках определяет по числу маневровых локомотивов, а также стрелочных постов и парков станции из расчета на один человек в смену. Каждой профессии при круглосуточной работе. На пассажирских станциях предусмотрен технический штат. Технический штат пассажирских станций по приему и отправлению поездов включает дежурных по станции, операторов дежурных стрелочного поста, не занятых исключительно на маневрах, а также электромонтеров и других. Потребность в этих работниках планируется по нормативам численности на соответствующий измеритель с учетом сменности работы. На станциях предусмотрен станционный штат по хозяйству движения, занятый на маневровой работе, который включает дежурных по сортировочным паркам, горкам, операторов механизированных и автоматизированных горок, операторов постов централизации, составителей и их помощников, регулировщиков скоростей движения вагонов и дежурных стрелочных постов. Таким образом, штат этих работников планирует, исходя из качества сортировочных систем, парков и их путевого развития, числа сортировочных горок, стрелочных постов и районов нормативов численности. На станциях имеется также хозяйство контейнерных перевозок и коммерческой работе. Контингент работников по хозяйству контейнерных перевозок и коммерческой работе включает штат работников по отправлению, выдаче грузов и состоит из следующих работников. Старших и рядовых товарных кассиров, приема сдатчиков груза и багажа по сортировке контейнеров и мелких отправок, приема сдатчиков и грузчиков сборно-раздаточных вагонов, приемщиков поездов и станционных рабочих, занятых осмотром, проходящих через станцию вагонов и устранением коммерческих неисправностей. На станции также задействованы приемы сдатчики. Численность приема сдатчиков определяется по нормативам в зависимости от выполняемого объема работ, рода груза, места производства и фронта погрузочно-разгрузочных работ. И штат работников товарных станций состоит из товарного кассира, оператор и техник по учету, которые устанавливают в зависимости от количества грузовых отправок. Относительно штата работников по подготовке к перевозке и обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров, планируют, можно сказать, что эти показатели планируются в зависимости от количества обрабатываемых вагонов, контейнеров и средней нормы затрат рабочего времени на соответствующие операции. Потребность служащих производственных участков устанавливают на основе действующей номенклатуры должностей в зависимости от объема работы, норм обслуживания и количества смен. Численность инстанционных фичеров, дежурных помощников, начальников вокзалов, дежурных по залу на вокзалах планируют, исходя из круглосуточной работы, всех остальных работников, исходя из работы в одну смену. Численность служащих аппарата управления станции определяют на основании типовых штатных расписаний и в зависимости от класса станции и вокзала. Все вышеуказанные вопросы были посвящены первому вопросу – это численности работников станции. Вторым вопросом у нас стоял – заработная плата работников станции. И среднемесячная заработная плата включает в себя месячную тарифную ставку или оклад, сдельный приработок, при сдельной форме оплаты труда, доплаты за работу в ночное время, праздничные дни, премии, доплаты за сложности условий труда и другие доплаты, предусмотренные контрактом, коллективным договором. Относительно премии за достигнутые результаты производственной деятельности работники станции премируются. Премии за выполнение плана отправления вагонов, погрузки, выгрузки, высокие качественные показатели выплачиваются в установленном проценте от месячной тарифной ставки или оклада. Заработная плата работников станции планируется, значит, и при планировании трудовых ресурсов необходимо определить среднемесячную заработную плату рабочих по отдельным видам работ и профессиям, а также руководителей, специалистов и служащих. То есть труд работников станции оплачивается по повременно-премиальной и сдельно-премиальной системе. Сдельная форма применяется при следующих условиях. При наличии количественных показателей выработки, правильно отражающих затраты труда и возможности их применения с достаточной точностью, предоставлении рабочим реальных возможностей увеличить выпуск продукции по сравнению с установленными нормами, возможность увеличения объема производства или выполняемых работ на данном рабочем месте, а также при наличии точного учета изготовленной продукции или выполненного объема работ. При повременной оплате труда сумма заработка работника определяется его тарифной ставкой и фактически отработанным временем. Годовой фонд оплаты труда работников станции определяется умножением среднемесячной численности работников на среднемесячную заработную плату и число месяцев в году. Одним из основных показателей плана по труду станции является производительность труда работников станции. Производительность труда работников станции определять делением показателя, характеризующего основной вид ее работы на численно списочного контингента работников. Для сортировочной станции таким показателем являются отправленные вагоны. Грузовой – это погруженные и выгруженные тонны груза, а для пассажирской – отправленные пассажиры. Поскольку станции выполняют различные виды работ, приемы и отправления поездов, погрузку, выгрузку, сортировку грузов, работы, связанные с перевозкой пассажиров и трудоемкостью, трудоемкость каждой из них различна, то в качестве измерителя принимается приведенный вагон. Виды работ с различной трудоемкостью приводят к приведенным вагонам с помощью коэффициентов приведения. Относительно коэффициентов приведения следует отметить, что значение коэффициентов приведения исчисляют по плановым данным. Для определения объема работ приведенных вагонах необходимо рассчитать трудоемкость и приведенные коэффициенты по отдельным видам работ. И коэффициенты приведения разных по видам обработки вагонов исчисляют, принимая трудоемкость одного транзитного вагона с переработкой за единицу и общее количество приведенных вагонов. Таким образом, приведенные вагоны рассчитываются с учетом коэффициента приведения транзитных вагонов без переработки и местных вагонов по трудоемкости к транзитному вагону с переработкой. Следующим показателем плана по труду является производительность труда работников и пути ее увеличения, то есть производительность труда работников. Производительность труда работников определяется, значит, суммой приведенных вагонов, которые делятся на списочный контингент работников, как было выше сказано, и на производительность труда влияет мероприятие, связанное с внедрением новой техники, совершенствованием технологических процессов и организации труда, включая совершенствование профессии. Обязательно при расчете производительности труда надо учитывать расширение зон обслуживания, определяющий уровень производительности труда фактором является эффективность использования, конечно, имеющихся технических средств и прежде всего подвижного состава. Производительность труда определяется отношением приведенных вагонов к списочной численности работников станции. Увеличение производительности труда является самым эффективным средством, наверное, улучшения вообще деятельности станции. И говоря о показателе резервов, о факторах увеличения производительности труда, можно сказать следующее, что к резервам увеличения производительности труда, которые учитываются при разработке плана, станции относятся рациональное использование рабочего времени, устранение потерь, внедрение средств, механизация и автоматизация, инженерных и управленческих работ, а также упрощение структуры управления производством путем укрепления мелких производственных звеньев.